В общем, друзья, я думаю, что многие помнят, что буквально неделю назад выходила серия тачки в придачку, но розыгрыша не состоялась, потому что в этой серии Максон Фрэш выбрал рандомную тачку и, собственно говоря, зачитывал мне смешные анекдоты, но я, так скажем, сдерживался до последнего, у меня это удалось, и поэтому розыгрыша не состоялась. И знаете, друзья, я как-то подумал, как-то, блядь, мне не по себе, всё-таки, ну как-то, ну чё, мне жалко, что ли, поэтому я решил исправиться и сегодня разыграть крутую тачку для вас. Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро желаю, это мой канал, добро желаю, это новая серия ПМТ, это СиСиник Планет, сервер номер 2, и наверняка у вас вопрос, Саня, а что, собственно говоря, за машину ты выбрал? Саня, каким образом ты её будешь выбирать, или ты её уже выбрал, или это вот этот вот Кадиллак, я решил сегодня поступить по-жёсткому, по-жёсткому, и самый прикол, вроде банально звучит, ну как бы, я имею в виду способ, тот способ, которым, ха-ха, который сегодня мы будем, собственно говоря, да блядь, врезался ещё и в стол, ну что за день такой, а? Ладно, припаркуюсь сюда, я всё успокоился, всё нормально, всё хорошо, всё под контролем, тот способ, который я сегодня выбрал, он довольно-таки банальный, но, насколько я помню, я его ни разу не использовал, в общем, я решил открыть 10 гиперкейсов, и самую лучшую тачку, которая выпадет, мы отправляем в розыгрыш, но, предварительно, естественно, навешиваем тюнячки, ещё и поставим какой-то номер, опять же, у Серёги спросим, какой регион, какому региону передадим привет, всё, лучших традиций. Но, самый прикол, что, действительно, сейчас непонятно вообще ничего, то есть, может, за 10 кейсов, например, не выпасть вообще ничего, ну, то есть, типа, ну, нормального, а может выпасти несколько крутых тачек, но мы, опять же, будем разыгрывать самую дорогую. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, собственно, поехали, значит, это у нас не битва кейсов, и, в принципе, то, что выпадет, особенно, если это будет что-то крутое, пока Ешка, ну, Ешка уже неплохо, то есть, как минимум, Ешка уже разыгрывается, Ну, потому что пока что это единственное и самое крутое, что выпало. Так, будет ли сейчас что-то лучше Ешки или хуже, или вообще, что будет происходить? Второй кейс приносит нам RX-7. Ну, RX-7, конечно, хуже, поэтому пока что это Ешка. Так, ладно, ускоряемся. Третий кейс, значит, самый, ну, я решил, чтобы мелочиться, ну, как бы, не синий же открывать. Хотя, опять же, это тоже непонятно, какой из них там лучше, какой хуже. Ауди С5. Но, насколько я знаю, Ешка подороже стоит, поэтому, соответственно, С5 тоже не наш вариант. Пока что Е63 в 213, ну, прошу прощения, в 212-м кузове. Так, это у нас был третий, да? Теперь четвертый. Четвертый по счету. Может, какие-то гиперкары повертятся, нет? Ну, тут как бы что-то так себе все. Опять Ешка. Ну, как бы там, ну, без разницы, я думаю, что какая из этих двух. А, пятый. Хорошо, я могу даже отвернуться, но на всякий случай. Вдруг я своим взглядом просто смущаю, и, как бы, просто мне игра не хочет давать ничего хорошего. Пятый кейс приносит банан. А вот, кстати, надо будет уточнить, банан или Ешка, или вообще, что из этих тачек дороже. Соответственно, что будет дороже, то и это самое отправится в розыгрыш. Поэтому пока что либо Ешка, либо банан. Так, шестой. Шестой, блядь, ну, это, конечно, не то, что я ожидал, потому что я думал сейчас, блин. Ну, кстати, Панамка. Панамка-то или С8. Ой-ой-ой. РС-шестая. РС-шестая точно дороже. РС-шестая, друзья, уже с шестого кейса РС-шестая в кузове С8 у нас в розыгрыше. Хорошо. Так, седьмой. Может быть, сейчас на повышение все-таки. Может быть, какой-нибудь гиперкар. Просто там 918-й часто падал, и, как бы, я, конечно, как бы, это самое, нет. Ага, понятно, это не в счет. Ну, блин, а что поделать? Ну, блин, вот так получилось. Восьмой. Восьмой. Ну, давай там. Ну, что, ну, давай. Ну, хочется реально гиперкар какой-нибудь, блин. Какой-нибудь прям пиздец. Нет? Ничего? Не, RX-7. Так, ладно. Это у нас, получается, что, последний, что ли? Это был девятый же? Это десятый уже? Все? Блин, я реально думал, что что-то выпадет, если честно. Не знаю почему, я почти был уверен. Не, Mustang GT не стоит точно дороже РС-шестой. Ладно, давайте бонусом еще один. Если я, конечно, правильно же, вроде, считал. Короче, сейчас был, по-моему, десятый, не девятый. Ну, в любом случае, будет один, ладно, пофиг. Можно? Ну, порадовать, как бы, кого-нибудь. Ну, тут РС, КГТР, нет, нет. Ну, а-ха! Все-таки утвердили, утвердили, что это будет РС-шестая. Ну что, друзья, собственно, РС-шестая в последнем кузове. Новенькая, свеженькая. Так, ну-ка, какой номера более пиздатый? Так, УКК-952-РТТ. Блядь, они вообще, они даже похожи. Ну, мне больше нравится вот это. Не знаю почему. Давайте, которая последняя выпала. В общем, друзья, ну, я на всякий случай повторю, что нужно, собственно говоря, сделать для того, чтобы участвовать в розыгрыше. Все, как обычно, максимально просто. Всего лишь навсего. Нужно поставить лайк под это видео. А-а-а, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Вступить в мою группу ВК, ссылочка есть в описании. И сделать репост из моей группы ВК к себе на страницу, запись с этим видосом. И все. И, как бы, в следующей серии, в начале, по традиции, как мы это уже делаем несколько лет, будем разыгрывать эту машину. Значит, я думаю, что, естественно, мы сейчас попробуем что-то сделать по внешке. Но у меня есть такое подозрение, что, блядь, особо решений на RS6 нет. Как бы, кроме каких-нибудь дисков и вот это вот все. Ну, да. Так, а, нет, комплект RS Black. Ну, давай, давай, антихром. Нормально. Нормально. Так, ну, естественно, 7500K. На новой RS-ке там оптика ебанутая. Так, диски. Я еще не знаю, какого цвета будет машина, но я думаю, что что-нибудь... Бля, может сделать стилевое что-то такое необычное. Ну, типа, знаете, необычную какую-нибудь RS-ку, которая... Ну, как бы, не то, что... RS-ка, в принципе, сама по себе не может быть обычной, но... Что-то не попсовое такое, знаете, вот, ну... Может быть, как-то... Не знаю, вот как-то вот... Как-то с другой стороны на нее посмотреть и сделать, может, какую-то моднявую хуйню. Конечно, мода и я, это разные вещи, они не особо совместимы. Но, блядь, я постараюсь. Просто что-то такое... Что-то такое, блядь... Ну, может, вот эти диски поставить. Бля, я их никогда не ставлю. Бля, мне кажется, RS-6 это как-то совсем пиздецово. Если бы можно было сюда навесить еще этот какой-нибудь багажник на крышу, какие-нибудь арки раздуть, тогда, может быть, какой-то стиль из этого получился бы. Слушай, ну, кстати, BBS нормально смотрятся. В принципе, на VAG, даже на новые, давай BBS. Ну, просто не хочу эти форштайнеры опять ставить или HRE какие-нибудь, которые постоянно ставлю. Ну, это пиздец уже. Так, настройка колес. Значит, соответственно, ширина у нас совсем какая-то непонятная, поэтому мы делаем потолще. Потолще есть. Ух ты, какие колеса, блядь. Нормально. Я думаю, нормально. Вполне. Радиус нет. Мы менять не будем. Он, в принципе, как раз-таки подходит. Номерная рамка. Ну, давай сделаем, например... Так, белая. Я не знаю даже, какого цвета просто будет машина сама. Skoda Motorsport. Бля, нормально, нормально. Бля, VAG, VAG убрат, как говорится. Поэтому Skoda Motorsport для этого нормально. Рофильная хуйня. Я бы тоже, может быть, на RS-ку повесил бы такое. Правда, у меня была RS-ка, я такого не вешал. Ну, ладно. Так, профиль, значит, соответственно, мы не меняем. Спойлер. Ну, естественно, никаких спойлеров. Тут нет спойлеров. Так, и какие-нибудь там, не знаю, Delphi. Нормально. Нормально смотрятся. Шины. Ну, давай P-Zero. P-Zero. Все. 580 тысяч улетает еще на внешний тюинг, который из себя представляет только антихром и ББС-катки. В принципе, все. Так, теперь, значит, соответственно, мы заезжаем на покраску. Ну, я думаю, надо что-то красивое делать. Не, мы можем, конечно, с матовым цветом что-то попробовать. Но, мне кажется... Просто я так редко тачки в мат крашу. Вот реально. Поэтому, может быть, реально что-нибудь... Ух ты, блин, слушай. А что-то такое светлое... Бля, кстати, вот такой ледяной белый классно смотрится-то на RS-ке, да? Ну, мне кажется, вот с каким-то оттенком будет прикольно. Ну-ка. Не, темнее. Ой, блин, она вообще как-то классно смотрится во всех цветах, кстати. Матовый ей идет. Друзья, напишите в комментариях, согласитесь, что вот реально смотрится классно. Такой голубенький прикольно, матовый. Вообще ништяк. Хочу такой. Хочу нормально вообще. Так, дополнительный цвет. Это салон. Салон можно сделать... На самом деле, я тонировать, наверное, ее не буду. Можно сделать белый. Я думаю, да? Белый салон. Вообще аккуратненькая. Такая, знаете, такая сосочка получается. Вообще классные катки сюда, мне кажется, идут хорошо. Так, а цвет... Ну, кстати... Кстати, подожди. Так как красится у нас, мы остав... Бля, кстати, в этом что-то есть. А подожди, надо только не я... Не, не, ядерное не очень смотрится. Сейчас сейчас нормально, кстати, такое... Фига, во мне проснулось какое-то чувство стиля, блядь. Прям такое, знаете, я прям чувствую, блядь, что я что-то могу. Болотного цвета. По-моему, кстати, хорошо. По-моему, хорошо. Вот так хочу. Хочу так. Так, тонировка, не, не нужна. Пусть светлый салончик там был... Будет видно, пусть он выделяется. Слушайте, по-моему, хорошо. Нет? Бля, надо ее срочно занизить. Просто в срочном порядке, блядь. Она, ну, очень высокая. Просто пиздец высокая, валкая. Надо ее сделать максимально стилевой за счет занижения. Я думаю, что сейчас это немножечко исправит ситуацию. Потому что, ну, смотрится она как-то... Не то, что несуразно, но, блядь... Может быть лучше, если она станет ниже. Блядь, что не проехал. Так, заезжаем. Сейчас мы ее немножечко дропнем. Так, прошу прощения. Можно я вот так вот? Ага, спасибо. Так, просто подвеску сам. Я думаю, что я никакую настройку не буду ставить. Высота. Минус 0,015, если поставить. Это у нас получилось. Ой-ой-ой. Низко? Блядь, чиркает, да? Да. Ну-ка, минус 0,025. Чуть получше, да, стало? Нет, подожди. Минус 0,060, если... Нет, подожди. Это наоборот я делаю еще ниже, да? Или нет? Я ее повыше сделал, да? Блядь, ну-ка, подожди. Блядь, по-моему, в самый раз. Смотри, то есть она не чиркает? Хорошо, блядь. Я не знаю, у меня как бы такой... Я, ну, относительно равнодушен к такому стилю. Ну, что-то, блядь, такая она сочная получилась. Знаете, она больше похожа не на РС-ку, а на какую-то А6-ую АВАНТ. Какую-нибудь дизельную. Вот ей не хватает багажника на крышу и будет прям... Блядь. Прикольно. Прикольно, кстати. Блядь, давай развал сделаем чуть-чуть. Что-то я тупанул. Фига я тут, оказывается, что могу мутить. Ни хрена себе, что у меня, оказывается, получается-то. Наконец-то не просто там банально что-то сделал, уже что... Какой-то стилёк проглядывается. Ну-ка, настройка колёс. Чуть-чуть совсем. Ну-ка. Прям хорошо, хорошо. Слушай. Вообще, мне нравится... Ой, что я делаю? Это, блядь, выход. Мне нравится прям. Ну-ка, смотри. Аккуратненько, ну-ка. Ну вот да, большего не надо. То есть чуть-чуть он есть. Как бы её совсем делать так, чтобы она, блядь, стояла на корячках не хочется. Мне нравится то, что получилось. Я доволен результатом. Блин, я не думал, что из РС я смогу сделать что-то такое, знаете, более-менее. И причём, помните, у нас всегда раньше была суть вообще ещё этой рубрики. Помимо того, что мы как-то прикольно выбираем машину, покупаем, там, что-то с ней делаем. Суть была в том, чтобы она выглядела как-то необычно, не банально. То есть не делать, например, там, условно, там, какую-нибудь Ц-шку 63-ю, там, белую на чёрных дисках, да, как у всех. А что-то хотя бы какую-то изюминку. И мне кажется, что эта РС-ка, по крайней мере, среди других, выделяется. Можно было бы, может быть, ещё развал чуть-чуть сделать, но это уже какой-то прям стенс будет. А тут как бы просто такой лёгкий стилёк. Не, классно она получилась. Я даже не ожидал, честное слово. Я думал, что какая-нибудь фигня получится. Так, ладно, теперь привет. У нас, кстати, такое редко бывает, что привет в самом конце почти серии, но, тем не менее, всё равно он должен быть. Значит, соответственно, от 1 до 200. 1-99 это регионы России, 100-133 это Украина, 133, 166 Беларусь, 166-199 это, соответственно, Казахстан. Так, ну что, пробуем. А, соответственно, так, 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 подожди, подожди, что-то меня не узнаёт, меня не узнаёт. Так. Выбери число от 1 до 199. Это 128. Так, слушайте, а я вот, честное слово, я ещё хотел сказать, ещё если не по Европе такую машину, вот где-то там, знаете, где-то в Германии, может быть, вот, там, вот, ну, наверное, вот именно в Германии почему меня сырало, что такая машина вот по автобану едет. Ещё почему-то хотел сказать в Киеве, где-то в центре Киева на какой-нибудь сходочке подъезжает такая вот, прям, знаете, такая цаца такая. Ну, в смысле, я имею в виду не за рулём, а машина сама по себе такая цаца, прям охуительно, прям, не, она классно смотрится. Так, хорошо, ладно, Украина, Украина, огромный привет, опять же, если вы смотрите меня из Украины, то в комментариях напишите об этом, какой город, там, регион, область какая. Так, соответственно, у нас получается Украина, номер, значит, у нас, ага, если бы я ещё знал, подожди, АА-0006, АА, естественно, такого не будет, и он занят, и это невозможно, я понял. Так, хорошо, какие там должны быть АСС, если получится, так, нет, не, не получается, АВ, именно, блядь, нет, подожди, там, тут пример СЕ. Так, сейчас я открою просто украинские номера, как там что, и попробую что-то интересное придумать. Так, я немножечко неправильно вводил АААА, может быть такое, но, естественно, он уже куплен, то есть, я так понимаю, что вот эти последние, так, подожди, АРР, подожди, РР, типа, может быть такое? О, ну, типа, Ауди, а, РС, стоп, чё я туплю-то, РС. О, вообще, это вообще блатные номерочки, так, я за данную от валюты, наверное, выгоднее будет. Ебать! Так это вообще чётко, я думал, они куплены, типа, на РС-6 стоят, они не куплены. Ну, типа, ААААуди, кстати, ААА, ну да, ААуди, АААА, АААуди, ААААуди, 0,06 RS. По-моему, вообще, слушай, чё получилось-то, а? Вообще, красавица. Я думал, что реально хуже будет, я прям так испугался даже немного, нет, типа, обрадовался, что РС-ка хотя бы чё-то стоит, но такой подумал, блин, а чё с ней там можно будет сделать, и вот как-то так получилось, чё-то у меня прям сегодня какое-то внутреннее чувство такого стиля. Не, конечно, с другой стороны, понятно, что на вкус и цвет, как говорится, да, то есть кому-то может понравиться, кому-то нет, но мне чё-то прям зашло, прям, мне кажется, что... ну, по крайней мере, необычно, по крайней мере, не банально как-то там, не какой-то в кэнди я её заклеил там или, ну, покрасил, точнее, или не банально белый или чёрный, как бы диски там, не какие-то форштани, вот прикольно получилось, как по мне. Так что, друзья, эта тачка отправляется в розыгрыш, всем желаю удачи, а на этом серия подходит к концу, огромное спасибо всем за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал Слут-Первы, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok